друзья привет на дворе март 2022 года рубль очень слабый сегодня санкции будет интересно потом из будущего посмотреть это видео вообще посмотреть какие цены на автомобиле какие модели еще завозили в марте 22 года чем мы сегодня и займемся мне есть вот такой вот списочек автомобилей которые были куплены когда еще все было хорошо и интересно увидим ли мы эти модели в будущем что будут возить в будущем вот ну что давайте перейдем сразу к делу вот у нас рядышком с нами стоит nissan или grand tne 52 кузов 2017 года вот такой красавчик беленький в комплектации rider 2 и 5 водовый поэтому в амурской области у него бюджет 2 250 знаете сколько пошлина из этой суммы миллион рублей вообще конечно новые реалии даже говорит страшновато какие-то такие таможенные платежи да и вообще называть цены за автомобили вот достаточно такие редкий гость среди вот таких крупнокалиберных минивэнов но все-таки есть любители nissana покупают везут вот остальные машины у нас за забором и мы сейчас опять попытаемся не порвать штаны и посмотреть что у нас там есть ребята ну что идем далее погода у нас немножко влажноватая кстати весна а у нас уже идет дождь конец марта nissan la festa такая вот черная не совсем уже современно выглядящая для 2017 года машина вот кузов c w f f w n как сложно миллион триста бюджет будет кататься в ладиостоке так идем далее у нас здесь аккорд два аккорда cr6 и cr6 оба идут в москву и бюджет у них практически одинаковый там у одного миллион триста восемьдесят у другого миллион триста тридцать оба идут в москву кстати интересно почему они идут оба в москву это дальневосточники которые переехали в столицу либо это люди которые ну там живу жили всю жизнь в европе в европейской части россии и ну хотят попробовать новый аккорд потому что гибридных у них нету так ладно идем далее моя бумажечка уже скоро превратится в тряпочку так lexus ct200h 2011 года так забайкальский край бюджет миллион сто пятьдесят такой это черный или темно-синий цвет темно-синий очень красивая тачка и вообще сетишки очень популярны ребята если вам дизайн и вообще кузов лифтбэков то есть prius of не очень по нраву рекомендую посмотреть на хэтчбэки ct200h очень популярной машины посмотрим что будет дальше останутся ли они в категории популярных хэтчбэков после того как закончатся события весны 22 года ребята посмотрите сюда а это очень крупный калибр для машин которые сейчас растамаживаются это у нас делика до 5 cv 1 кузов это у нас 2 и 3 дизель на автомате поедет в иркутск 2015 года бюджет 2 миллиона рублей но сейчас эта машина стоит прям подороже за 2 миллиона рублей поэтому ну можно сказать успешно вывезли и так пошли дальше у нас тут минивэн минивэн универсал вообще кстати их стали брать пореже альфы потому что они стали дорогими они стали популярными то есть там покупочная стоимость в японии стала высокой ну и как бы еще с юрлицами то что немножко под зажали их и сейчас там гибридные лошади прибавляются к бензиновым прописываться в птс и с них платится налог вот в общем эти машины к сожалению потеряли свою популярность но где-то два года там 19 20 год блин альфа это вообще просто был хит продаж так у нас город тольятти это там где собирают знаменитую ладу 2017 года бюджет миллион триста шестьдесят тысяч но такая на весике очень симпатичная машина я буду носить эту бумагу пока она просто не упадет с моих рук мокрая так смотрим в мою базу данных и следующий автомобиль универсал это у нас honda airwave gg первый кузов 2008 года бюджет 670 тысяч рублей я не помню уже последний раз до этого автомобиля когда привозили мы airwave под полную пошлину напоминаю то что airwave у нас канул в прошлое они эту модель убрали и там на ее место там пришли такие автомобили как jade shuttle fit shuttle вот они универсала сделали больше но почему-то airwave они не стали продолжать но машина очень популярна очень крепкая там тоже моторы не ломаются там но в общем этих машин в одно время владивостоке было очень много до сих пор они ездят вот блин классная тачка вообще и бюджет не такой высокий высокая крыша почти как у альфа можно сказать минивэн воу к леворгам мы подойдем у нас их не один и даже не два мы подойдем попозже давайте посмотрим вот honda insight один из самых бюджетных автомобилей он как раз таки из тех машин которые можно завозить относительно со старым годом но они там стоят там тысячу долларов на аукционе там там 100 120 тысяч иен у них в основном в стоимости это пошлина но там за тысячу долларов ты покупаешь вот такую машину завозишь и у тебя бюджет на нее так это у нас за е 2 2009 года будет кататься владивостоке бюджет 650 тысяч рублей интересно мне в принципе про каждую машину интересно будут ли они возиться в новых реалиях когда все устаканится уже рубль возьмет свою стоимость по отношению к другим валютам там сколько это будет 90 100 кстати можете написать свои прогнозы там допустим какой курс рубля к доллару будет допустим летом 22 года либо осенью так с инсайдом мы закончили ну что предлагаю посмотреть так далее в орге посмотрите на этого синего красавчика это у нас можно сказать фирменном субаровском цвете на люки на дисках на где тут шилдик и стей это у нас два литра поедет в город в воронеж 2017 года бюджет 2 миллиона рублей крутая тачка еще и в стей жесткая но зато какая управляемая так это первый у нас ли work он конечно же фаворит 2 литра turbo давайте посмотрим вот сегодня только приехал беленький это у нас 16 ли work по нему даже в моей базе данных нету информации сейчас посмотрим в телефон миллион триста тридцать город челябинск это тоже на запад 2014 года 16 turbo на 170 лошадей и вот посмотрите еще один ли work то есть но это очень популярный универсал и кто говорит да кому это turbo нужно там расход бензина лошади и прочее надо брать филдера посмотрите реально ни одного филдера него и кстати там у нас примерно за последний месяц там 12 филдера мы отдавали всего лишь так этот ли work у нас поедет в уфу 2015 года бюджет миллион триста пятьдесят то есть примерно как у белого вот тоже по цветам вот этот вот их фирменный цвет это и не мокрый асфальт и не просто металлик вообще по цветовой палитре леворги крутые тачки тень красные леворги есть на черных колесах еще встречаются блин вообще пушка бомба так ну что ребята а у нас на этой части стоянки все и у нас еще есть пять машин которые стоят возле нашего офиса и сейчас мы переместимся туда и покажем ребятам и на нашей старой доброй стоянки на бестужево здесь у нас 5 автомобилей давайте начнем с x-trail а нт-32 просто бензин не гибрид не гибрид 2018 года поедет в красноярский край бюджет 2200 за белый самый такой популярный дорогой цвет 17 года так смотрите кейкар nissan days b21 куза 2017 года поедет в город барнаул бюджет 570 тысяч рублей черный цвет для кейкаров такой редкий может сказать редко берут черный а это у нас серьезный автобус эсквайр я его называю прослойка между вакси новых и альфардом гибридный zwr80 поедет в город усырис 2015 года бюджет миллион семьсот тридцать тысяч рублей в черном цвете вообще вот этот chrome выглядит просто шикарно решетка конечно красивая машина toyota сексид 60 кузов 160 то есть он не водовый полторашка рестайловый сейчас самый обычный сексид без там там багажника и прочего бюджет у нас 800 тысяч рублей 800 тысяч рублей за сексид он же про бокс караул так ну и крайне у нас машина lexus ct 200h 2013 года бюджет миллион двести тридцать так а у нас предыдущий lexus сети у него был миллион сто тридцать на 200 тысяч рублей разница но у них и два года разницы ребят в общем мы еще кстати отдали и буквально вот на в начале этой недели в конце прошлой недели мы дали outlander гибридный несколько нотов и power of аккордов мы отдали два либо три альфа арт тридцатый рестайловый дорогущий отдали также inside тот который у нас в этом видео так и мы отдали еще одну альфу а еще крауна 220 мы отдали черного ну и в принципе ну по большому счету в принципе все вот одно и то же то ли ворги филдеры шаттлы fit и все вот в принципе все то что мы вам показывали вот эти годы все вот это вот как бы до сих пор доезжает постамаживается мы отдаем отправляем другие города ребят знаете какой вопрос как поменяется рынок после событий весны 22 года то есть ввоз там все работает корабли ходят аукционы работают дилеры работы с россиянами все окей машина покупается какие автомобили будут популярны в новых реалиях то есть когда у нас там привычная стала стоит там на 20 на 30 на 40 процентов дороже я про автомобили что будут покупать люди то есть они будут брать какой-то сегмент кей каров каких-то бюджетных хэтчбеков то есть какие-то года постарше вот либо все будет то же самое возиться мои прогнозы что все будет идти по возрастающей то есть будут также и люксовые внедорожники брать и лексусы и харьеры и ракчики все это будут покупаться просто будут другие цены потому что нету альтернатив в россии потому что сейчас салоны на паузе там многие бренды сказали что они навсегда уходят посмотрим что будет дальше вот напишите пожалуйста ваши мысли что будет с рынком правого руля в новых реалиях после весны 22 года ребят я с вами прощаюсь а ждать и новых выпусков что покупают пока компания сфера кар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сфера кар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля